Азербайджан И когда мы заглядываем в карты 18-19 века, то действительно Армения почти вся посыплена, можно сказать, чужестранными названиями. Именно буквально 18-19 веками. Этим самым азербайджанцам дает повод называть Армению западным Азербайджаном, а не грамотные армяне, а они, к сожалению, есть, дают повод клевать на утку, притянутую и без того за вытянутый и плоский клюв, как сама гуманитарная наука Азербайджана. Но это все равно, что сказать, посмотреть, скажем, на топонимы, гидронимы того же Азербайджана, Казахстана, там, я не знаю, Узбекистана, других постсоветских республик, где мы увидим, скажем, топонимы славянского происхождения или русского происхождения. И говорить о том, что это Южная Россия, там, или Западная Украина, ну и так далее, и так далее. Для кого же не секрет, что, скажем, Алма-Аты назывался городом Верной. Это же не говорит о том, что это бывшая Россия. Да, когда-то была Российская Ипера, но это не бывшая Россия. Ну и так далее. То есть, приводить примеров можно достаточно много. Что ж, сегодня вы узнаете вкратце, как это было и откуда взялись так называемые тюркские названия на территории исторической Армении, в нашем случае восточной Армении. Но прежде чем рассказать об этом, хочу сделать небольшую ремарку, так как она очень важна. Потому что большинство как бы не додумываются, и вот приходится напоминать и об этом говорить. Итак, друзья, внимание на экран. Прежде чем начать, все-таки я скажу. Антитопору, одиннадцатый год. За эти годы мой контент многое сделал и продолжает делать. Вы сами свидетели этому. Многие из вас все эти годы подписаны на антитопор. Антитопор всегда отличался тем, что подтверждает слова фактическими доказательствами. Показывает их, ездит на места, чтобы лично, лично я показал и вам, и нашим врагам то, о чем я говорю. Но вы свидетели этому, да? Я не сижу на месте и не занимаюсь сплетнями, как это делают некоторые другие блогеры. Привлекает себе вниманием громкими заголовками. Очень важный эфир. Самый эфиристый эфир. И так далее, и так далее. Для того, чтобы туда собрались такие же сплетники, как и сами эти ведущие. Такие, скажем, туалетные герои. Но дело сейчас не в них. Дело в том, что антитопор это зарегистрированный в России ресурс. Больше двух лет в России YouTube не запускал рекламу. Соответственно, антитопор ничего не получал с этой самой рекламой. Ведь основной зритель это российский. Все-таки русскоязычная у меня здесь публика. Верно? А на днях так и вовсе в России на 70% замедлили YouTube. Это говорит о том, что россияне меньше будут смотреть антитопор. Смотреть будут те, у кого VPN подключен. Иначе говоря, и отсутствие рекламы, и значительное сокращение зрительской аудитории, а значит и лайков, а лайки все-таки дают больше просмотра, и репостов. Хотя вы и так лайки особо никогда не ставили. Там бывало 50 тысяч просмотра, а лайков всего 4 тысячи. Но теперь еще и того будет меньше. Вот теперь ваш черед. Пользуйтесь выставленными мною средствами для донатов. Только с вашей помощью антитопор может быть и существовать дальше. Почему из заработанных мною собственных средств я могу вкладываться в антитопор, а вы не можете? Очень странно. Почему российскому зрителю жаль на любимый контент 100 рублей? Американскому или европейскому зрителю жаль 50 долларов в месяц. Зная, что вы за одну сосиску в булке покупаете за те же 10 долларов каждый день буквально. А здесь раз в месяц подписаться, скажем, на тот же Patreon и оплачивать. Потом сидите у экрана и чавка и аплодируете мне, мол, молодец этот антитопор. Почему 100 тысяч подписчиков? 100 тысяч! И это еще не все, кто смотрит, обязательно подписан. Но при этих 100 тысяч только 0,03 процента. Понимаете? 0,03 процента. Без аплодисментов благодарят контент существенно. Кто-то 100 рублями, кто-то 500 рублями, кто-то 1000 рублями. И очень редко поболее. К примеру, вот несколько людей из 100 тысяч, что за прошлый выпуск задонатили через Сбербанк. Они не просто аплодировали и хвалили меня, а вот подписанные на бусти несколько человек, которые тоже раз в месяц донатят. А этот список тех, кто раз в месяц донатит через Patreon. Видите, как, не много-то всех их. Получается, из 100 тысяч реальных людей, кто считает, что антитопор должен быть и он полезен, только вот эти люди. Американцы и европейцы, подпишитесь на Patreon, бусти. Думаю, если немногим в месяц вы будете делиться с антитопором, то будет полезное дело для полезного контента. Или на бусти можете подписаться. Россиянам же Сбербанк. Реквизиты в описании видео под этим самым выпуском. И перед вами тоже. Также хочу сообщить, что 29 августа в Ереване пройдет презентация моей книги. Приглашаю. По адресу arami.42.1 В следующем выпуске я еще напомню об этом. И напоминаю, мою книгу вы можете приобрести также, если пройдете по ссылке, что в описании видео, где реквизиты вы увидели. Там вы сможете заполнить купон, наплатить, и я вам ее вышлю. Ну вот, а теперь непосредственно тема, которую я заявил и начну с топонима ированское ханство. Или там иреванское ханство, да, в некоторых местах написано, как русские говорили. Уже в самом топониме есть подсказка, что армянское название Ереван транскриптизировало под ирован не только неазербайджанцами, но и не тюрками вовсе. Во всех тюркских языках, и в азербайджанском в том числе, есть звуки Е. Зачем нужно было заменять Е на И, превращать Ереван в Иреван или Ирован? Да все потому, что Ированом город нарекли не азербайджанцы, а арабы, в то время, когда город попал в границы арабского халифата. В арабском языке нет Е, оттого Ереван они записывали с буквой Хя, дающей на письме звук И. Вот и получился Иреван. Примечательно, что в арабском нет и звука В, которую они заменили на букву Фа, и получилось Ирифан. Так что эта транскрипция не азербайджанскому языку не имеет никакого отношения, но и вообще к тюркским языкам. Иначе говоря, если бы Санкт-Петербург, к примеру, был под арабским халифатом, то арабская транскрипция города была бы Санкт-Бутрусбурдж. Из-за отсутствия ряда звуков в арабском письме. Ростов-на-Дону был бы Рустов-Аля-Нар-Дун. Самара-Эль-Сямра, Екатеринбург, Екатеринбурдж. Это касаемо топонимики. Теперь по ированскому ханству и тюрко-иранским топонимам, которые возникли в годы этого самого ханства. Когда вам, армянам, напоминают про неармянские топонимы в Армении, которые, дескать, когда-либо были, то в ответ нужно сказать два волшебных слова. Великий Сургун. Ваш оппонент либо вообще не слышал о нем, либо сделает вид, что не слышал. Но в любом случае есть куча справочников и энциклопедий, в том числе электронных, куда можно ткнуть вашего оппонента. В статье о великом Сургуни есть везде и много значений придавали этой самой статье многие авторы-энциклопедисты. И эта статья четко проясняет картину того, как тюрки попали на территорию современной Армении, как там оказались их названия населенных пунктов, в том числе и Герчай вместо Сивана, и где вообще в это время были армяне, когда тюрки могли вот так вот спокойно переименовывать армянские топонимы. Ведь если вы заметите, то тюркские наименования в Армении значатся на картах, иллюстрирующих регион буквально с 17-го до начала 20-го века, а то и до 19-го в основном. И вот почему. Открываем совершенно любой независимый источник, хоть в Википедию, хоть не Википедию, все равно, и читаем. Великий Сургун, армянская Мет Сургун, Великое изгнание. Насильственная депортация армянского населения из Восточной Армении на территорию центральной и северной частей Сефивитской Персии, которая была проведена в 1604-1605 годах по приказу Шаха Аббаса I в ходе турецко-персидской войны 1603-1618 годов. Картограф Роберт де Ваугуанди 1753 год иллюстрирует разделенную армию Персидская Восточная, Османская Западная. Вот на Восточной, подпавшей под Персидское царство Армения, современная ее территория плюс Арцах и был произведен этот самый Великий Сургун, когда Персидский Шах Аббас I насильственно переселил армян вглубь Персии, а Армению заселил различными туркоманскими шиитскими племенами. Армяне поселились в черте Эсфахана, создав там свой городок Норд-Джуга. В то же время, в 17 веке, и была построена одна из красивейших армянских церквей мира – Собор Святого Христа Всеспасителя. Она и сейчас, эта церковь, действует. Только Норд-Джуга стала армянским кварталом Эсфахана и одним из достопримечательностей города. Если вы будете в Эсфахане, любой вообще иностранец обязательно считает своим долгом посетить, в том числе и армянский квартал, потому что это одна из главных достопримечательностей города Эсфахана. Кстати, переселил в Персию Шах-Аббас не только армян, но и грузин из той же части, чьи территории тоже подпали под Персию. Только это была небольшая часть исторической Грузии, поэтому и грузин переселившихся было значительно меньше, чем армян. И в отличие от армян, грузинам этим пришлось принять ислам. Армяне в самом меньшинстве принимали ислам, грузины почти все приняли ислам, которых Шах-Аббас переселил в Персию. Они до сих пор живут в Иране, в селении Ферейден-Шаар, и называются они ферейданцами. Эти грузины и теперь говорят на грузинском, но исповедует, конечно же, уже шиизм. А на наших территориях, территории Армении, стали, значит, в это самое время плодиться и размножаться эти самые туркоманские племена, которых сейчас называются азербайджанские. Почти 200 лет они там хозяйничали, пока армяне были в меньшинстве. Стали переименовывать армянские топонимы на свой слух. Так и появились эти самые гёйчаи, учмядзины, зангезуры вместо сюдика. Кстати, зангезур название иранское, не тюркское. Сам глагол быть, есть, присущий индоевропейским языкам, говорит об этом. На персидском занг звонит, звон, и зур, зор, сильно. Зангезур, сильный звон. И в армянском, и на персидском это самое соединительное э, и есть тот самый глагол есть, глагол быть. По-английски глагол to be. Из, вот мы пишем, это есть, из, есть. Лав, лавы, цав, цавы, занг, занге, и так далее. Это я сейчас потребляю вот существительные в армянском языке вместе с этим вот самым глаголом есть, быть. Теперь вопрос. Из-за того, что ированское ханство называлось ханством, можно ли сказать, что это было независимой единицей при тече нынешнего Азербайджана и вообще западного Азербайджана? Увы, во-первых, все эти так называемые ханства были в составе Персии. Они не были независимыми. А ханы в них были номинальными князьями, ставленниками шахом Персии. Как сейчас, например, есть вот президент России, а есть президенты Чечни, Татарстана и так далее. Это же не делает эти самые республики независимыми от России, верно? Так и тут. И во время подписания Гулистанского и Туркманчайского договоров о присоединении этих самых ханств к России, Россия подписывала договоры не с ханствами, а с Персией, Тегераном, Шахом. Никто этих удельных князьков ханов не спрашивал, хотят они в Россию или не хотят. И уж в составе Российской даже уже империи какое-то время ханства оставались называться ханствами с позволения русского императора. И доказательство тому, что ханства не были независимыми еще и то, что армянин Валериан Григорьевич Мадатов, армянин, внимание, был князем Карабахского ханства. С этим тоже можете ознакомиться в любой энциклопедии, в том числе русских энциклопедиях, не армянских энциклопедиях. Так что никогда ханства эти не были в составе Азербайджана и вообще независимыми. Учитывая, что и Азербайджан-то на картах в то время-то и не был. К востоку от Армении, за курой, во время этих самых ханств. Где вы их найдете, название этого Азербайджана? К востоку от Армении, когда были эти ханства. Нету нигде этого названия. И последнее, к азербайджанцам. Ваши предки настолько были малограмотными, что самыми старинными рукописями о Карабахе, о регионе, вам оставили тоже армяне. Один из которых Мерзай Юсиф Карабахин-Эрсесов. Этот историк, уроженец Гадрута, оставил рукопись 18 века истории Карабаха на персидском языке Таарихе-Сафи. Правдивая история. Рукопись жива и находится в Тбилиси, в институте рукописи имени Кикелидзе. Можете ознакомиться. Есть переводы на азербайджанский язык. Кстати говоря, не обязательно из-за этого ехать в Тбилиси. Текст даже оцифрован. А вот что пишут ваши источники азербайджанские. Что я и говорил, что Мерзай Юсиф Карабахи уроженец Гадрута, армянин. Что был пленен и увезен в Иран, где принял ислам. И новое имя Мерзай Юсифа там же принял. Но позже вернулся в Карабах родной и вернулся в Лона церкви. Снова став Афсепом, Нарсисянцем или Нарсесовым. Как его уже в Российской империи называли. Кстати, в его Карабах Нааме он много рассказывает об армянах и о ваших племенах. Так что желаю азербайджанцам больше ума, чтобы не поддаваться на армянофобский крючок. Да и некоторым армянам тоже не помешало бы больше серого вещества, чтобы не дать себя обманывать. Увидимся!